Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании Тикмилы с им. Я Артур Идиатур. ЕЦБ принял решение закончить щедрую программу скупки активов на седании в четверг, что было ожидаемым решением для рынков, но сохранил гибкость в других инструментах смягчения, оставив размытым прогноз по повышению ставки в следующем году. Ожидание по повышению ставки в следующем году значительно подпортило готовность ЕЦБ, которую он проявил на вчерашнем заседании, дать экономике столько стимулирования, сколько потребуется. Вместо информации о сроках повышения ставки в 2019 году, как, например, это произошло на предыдущем заседании, Драги заявил, что экономике Евразума потребуется значительная монетарная поддержка, что, конечно, получило медвежью интерпретацию со стороны евро. Если верить временной структуре ставок, то рынок сейчас закладывает все меньшую вероятность повышения ставки ЕЦБ в следующем году. Вот здесь представлены данные по 10-летним и 2-летним облигациям. Синяя кривая – это доходность по 10-летним немецким облигациям. Красная кривая – это доходность по 2-летним. Как нам известно из примеров США, когда спред между 10-летней и 2-летней облигацией сокращается, означает, что инвесторы проявляют больше спроса на облигации длительного срока погашения и меньше спрос на облигации короткого срока погашения. Эта ситуация говорит о том, что инвесторы ожидают, что в ближайшем будущем ставки будут расти более медленным темпом. На примере США, где спред между 10-летним и 2-летним облигациями длительное время снижался и в конечном итоге переубедил ФРС смягчить риторику, можно заключить, что вот это расширение спреда, которое мы наблюдаем примерно с начала декабря, оно говорит о том, что рынки также ожидают, что ЕЦБ будет повышать ставку более медленными темпами и, наверное, отодвинет срок повышения на более дальний срок по сравнению с обсуждавшимся ранее. Доходность по 10-летним облигациям отреагировала снижением после заседания ЕЦБ, отражая медвежье долгование комментариев ГВ-банка Марио Драги. Касательно его формулировки о реинвестировании доходов, которому рынок фиксирован доходностью очень чувствителен, так вот, облигации, доходы с облигацией, которые достигли срока погашения, эти доходы будут реинвестироваться в соответствии с долей Национальной Центробанков Еврозоны в капитале ЕЦБ, то есть избирательной поддержки отдельных рынков госдолга, испытывающих трудности, например, итальянского, происходить не будет. В этой части ЕЦБ не преподнес никаких сюрпризов. Противоречивым оказался прогноз по инфляции. Драги сообщил, что широкий показатель инфляции снизится в грядущих месяцах, но в среднесрочной перспективе продолжит расти. Базовые тренды в инфляции остаются приглушенными, вероятно, речь идет о потребительском спросе. Но ценовое давление в издержках, спрос на рабочую силу и загрузка производственных мощностей обещает подтянуть оплату труда. Если взглянуть на производственные издержки, на их динамику, то можно понять, о чем этот раги говорит. С начала 2016 года этот показатель стремительно рос. И компаниям, естественно, придется перекладывать эти издержки на цены, что также будет вызывать инфляцию в зарплатах. С учетом явных диспропорций в динамике внутреннего и внешнего спроса в еврозоне, такой прогноз, естественно, опирается на рост экспортных заказов, что одновременно подразумевает снижение рисков в глобальной торговле. Улучшение базового тренда инфляции в среднесрочной перспективе говорит о том, что ЕЦБ надеется запустить внутренний спрос через мягкие кредитные условия, что сомнительно, учитывая ослабевающую эффективность мер. Например, если брать индикатор розничных продаж как основной измеритель потребительского спроса, который больше всего реагирует на изменения в доходе, то видно, что примерно с третьей декады 2015 года этот показатель неуклонно снижается, то есть розничные продажи в еврозоне падают. Относительно перспектив экспорта, дорогий заявил, что он продолжит расти, несмотря на замедляющиеся темпы. В своей вчерашней статье я говорил о том, как формулировка о сбалансированности рисков в комментариях главы ЕЦБ может повлиять на оценку евро. Если ЕЦБ говорит о смещении рисков в негативную сторону, происходит, по сути, расширение диапазона возможной оценки будущих условий в экономике. Естественно, в сторону ухудшения. Это создает фундамент для формирования негативных ожиданий по евро. И вчера Драги действительно заявил, что баланс рисков смещается в негативную сторону из-за неопределенности в геополитических факторах, протекционизме в торговле и высокой волатильности на финансовых рынках. Если взглянуть на макроэкономические отчеты ЕЦБ от 13 декабря, то по сравнению с отчетом в предыдущем квартале, если рассматривать основные макроэкономические параметры, например, личное потребление, то, как ожидается, прогноз по его росту не изменится в 2019 году и составит на 0,7%. Что касается гармонизированного индекса инфляции по еврозоне, то в 2019 году по сравнению с предыдущим прогнозом в третьем квартале сейчас ожидается, что инфляция замедлится до 1,6%. И что касается экспорта, который сейчас является главным залогом успеха для европейских компаний, то есть внешний спрос, то его рост ограничится на уровне 3,5% в 2012 году, против 3,8%. Это прогноз из предыдущего отчета. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!